Долго ждал, пока настанут криминал, когда вырву кусок мяса, и это криминал, именно перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя, Хитоньякс. Wait, Sound Z. Lord Santos. Я владел теоретическими знаниями из каждой четырех учебников. Это хорошо, работай и продолжай развивать свои навыки. Разночайся снова, когда станешь заставив с земли или умел меня свой тесновый бой. Либо стоит использование магии на премьерном уровне. Готов ли я пополнить ваши ряды? Вам удалось многое добиться за короткое время, и я даю тебе разрешение присоединиться к защитникам. Готовы ли вы верно служить королевство с героизмом и мечом защищать его границы в честь нашего легиона? Я готов. Готовы ли я отдать свою жизнь и пролить свою кровь во имя Лопатса? Я готов. Так помоги тебе, великий Ореон, наблюдающий за всеми нами. Хорошо время и последнее воспитание, которое проверит ваши боевые навыки. Радите, солдата Линуса, и отдайте ему эту карту. Это все, что я могу вам сказать. Не могу сейчас вернуться в шахту и опять какие-нибудь разборки сделать. Четырнадцать сочков включения. Линус. Нельзя десантс вернем не передать вам это письмо. А, понимаю, признаюсь, ничего подобного я не видел уже давно. Я здесь, чтобы доказать легиону свою ценность. Скажи мне, о чем идет речь. Вы скоро узнаете. Так, так, пойдем. Я готов. Иди за мной. Пройдя мимо озера, вы увидите пещеру. Ваша задача сбить ее у бандитов, чтобы наши люди могли начать на зобычу. Разбейте каждую из них до смерти и приказайте спасениями в голову их предводителей. Если вы начнете убегать их, убив солдат или мост, и вам все равно ничего искать в нашем регионе. Какие-либо вопросы? Сколько здесь бандитов? Я думаю, около пяти или шести. Это здание вы должны выполнить самостоятельность и счастливой помощи. Я буду стоять здесь и не надо за ними действовать. Усложните им жизнь. Так. Пещера. Какая пещера, во-первых. А, вон-то. Хорошо. Что у меня есть из магии? Ха-ха-ха-ха. Ничего. А нет, вот ливиная волна. Так. Так. Держись подальше от меня с этой магией. Видишь, это было не так уж сложно. О, блядь. Остановись, когда ты едешь? Я хочу поговорить с вашим лидером. Люк. Что, Люк? Ходи по камону. Ходи отсюда. Грабитель. У них что еще есть? Кто-то этот, предводитель. Где отмывается? Эй, я не знал, что с ними можно поговорить. Бандит. Лидер банда. Хочешь, ты здесь? Ищешь ублюдок. Я не один из моих людей. Я еще Люпина. Вы знаете этого парня? Ага, вы слышали этого клоуна? Он спрашивает, знали ли я Люпина? Что ты от него хочешь? Я буду делать из него котлету. Ты слышал это, Родион? Парень очень смешной. Могу поспать, что Люпина рассмеялся бы, если бы я услышал это. Ты расскажи мне, где могу его найти? Я скажу ему то же самое. Прямо его уродливое лицо. До сих пор трупы могут говорить. До сих пор трупы могут быть. Ха-ха. Хи-ха. Ига, могидва. Давай. Ой. До того не надо. так быстрее пока они не убили трупики это все ну и тут не пять не шесть бываете в бандитах тем не менее книга которая книга магии 2 2 круг магии для меня это слишком сложно потому что нужен первым круг магии скорее всего кто-то дается у этого мужа я избавился от бандитов вот голова их лидера поздравляю парень ничего плохого в крови на ваших руках если вы борете за благо и дело вы не отрезать бумаги супервайзера сантосу что произойдет если я провалю это задание о чем бывает открытка если бы у тебя ничего не вышло ты бы кусал землю я бы просто бросил бумагу в огонь в общем случае вы вернулись к пребыванию доступа чем то еще чем вы занимаетесь я вижу что в этот раз ты не погиб у меня поручено тебе задание вы доказали что обладаете качественные механизмы для должности защитника начиная с работы в лагере вы проявили готовность помочь и добросовестно выполняли приказы за хиагом помню что служба в валютном легионе предполагает большую ответственность и высокую сцепень риска чего мне ожидать в легионе прежде всего быть готов помочь всем кто в этом нуждается в ваши обязанности будет входить полевая работа организация ресурсов и даже поддержание порядка соблюдения закона если это вы желательно что не помешает вам стать одним из нас я хочу присоединиться к вам пусть будет так носи эту броню с гордостью с этого момента буду твоим начальником сообщай мне обо всем что кажется вам важным обязательно выполняйте приказы каждого надзирателя если он об этом попросит конечно ворсатус я не подведу тебя а вам как большему рабу следует прекратить контакт с осужденным и я понимаю что у тебя могут быть среди них друзья поэтому поджидаю вас что любая оказанная им помощь в побеге будет иметь очень серьезные последствия все эти преступления преступники оказались не случайно и заслужили то что с ними произошло можешь быть в этом уверен передовожи гектору от него получишь плечное оружие как защитник вы получаете доступ к всему оружию ближним и дальним бою которые наши люди могут предложить вам в внутреннем лагере вы также получаете доступ к специальному боевому снаряжению и боевым знаниям которые еще больше получат ваши полевые навыки зайди ко мне завтра я дам тебе первое задание ха такой еще одна вещь прежде чем вы уйдете вот 500 золотых за лучшее снаряжение добро пожаловать сразу в область у защитника Лео глава вторая тайны долины и наконец-то подожди минутку в чем дело, хочу расширить сортимент зелий чем-то особенный к сожалению, мои зелья скорости не действуют и я не хочу чтобы они испортились с возрастом вы почти домой придумали хрестящий план вы можете добавить немного рома чтобы усилить вкус этой терпкой смеси и не волнуйтесь, никто не напьется и еще никому не причиняем в вида немного рома вам не обязательно идти с этим прямо к начальству, верно? зачем мне говорить об этом начальству? как раз об этом я и говорю, не эти необходимости командование не любит когда мы напиваемся они хотят чтобы создать всегда ясную мысль и они правы только это недавно люди Река разгромили бандейский лагерь и конфисковали их имущество там у этих ублюдков было у чертовски много разных напитков, бочка пива и настойки под названием «быстрая селедка» она имеет эффект аналогичной зелье скорости, поскольку смешана с зубом, травой так, если у мандитов было столько разного убитка, они не нарекая умели их перегонять, вам не кажется? наверное так я хочу знать как приготовили эту быструю селедку заинтересованную в работе и что я с этого получу у меня есть доступ к конфискованному мандитов припасам, обязательно договоримся или если хотите вы получите кучу зелья скорости бесплатно хорошо, я посмотрю что можно сделать отлично, если вам понадобятся бандиты, возможно вы сможете чем-то у них научиться, чем отправить их на тот свет я нашел рецепт быстрой селедки так что только ром и зубная трава я должен спросить тебе еще об одном я готов 11 средок быстрого приготовления, это значит разнообразит мой сортимент ты сказал, что мне просто нужно взять тебе рецепт, теперь придется варить для тебя самогон думаю вы понимаете, что я не могу уйти отсюда приготовить мне 11 настройки, получите лучшую награду тогда я прошу кому-нибудь мне помочь к сожалению у меня нет травы, но есть ром у вас есть здесь 11 бутылок я хочу забрать свой меч и все же ты это сделал ну тогда поздравляю, уберите ваше оружие магический надзяк двуручное оружие маны легкое двуручное оружие легионера двуручное оружие за силы золотая рапира оооо это одушечное оружие на ловкость кадет одушечное против силы давай золотую рапиру я возьму эту рапиру береги пусть она служит вам доброго службы могу ли получить у вас лучшее снижение теперь если хочешь могу дать тебе знание по изготовлению ремней так я бы хотел кое-что знание изготовления ремней все в порядке сначала немного теории Если, типа, ремни, в первую категорию относятся боевые пояса, сготовленные специально для данного типа брони. Это означает, что только пояс, наносимый соответствующими успехами, вращает еще лучшую защиту. Вторая категория – силовые пояса. Они устраняют перегрузку позвоночника и управлять физическую силу. Последняя категория, как вы уже догадались, – это ремни вовкости. И действие аналогично с силовыми ремнями – это, в свою очередь, показывает заметное влияние на подвижность и гибкость тела. Для создания данного пояса он потребуется соответствующие ингредиенты. И в ней можно осуществлять тем самым лучшим способом. Короче говоря, вот и все. Франка. Нучи мне чем-нибудь о боевой стратегии. Все в порядке, будучи членом этой летного региона, вы должны не только уметь махать мячом, но и знать тактику боя. И каждый противник может бить мячом. Иногда приходится меня стратегию сражаться тупой силой, а в крайнем случае даже прибегать к магии. Что именно вы хотите узнать? Так, расскажи мне о боях на мячах. Так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так. Ну и достаточно. Я бы хотел на арене посражаться. Каковы правила боя на арене? Давай пожаловать в легион. Меня зовут Сион. Я организую бою. Вы, наверное, этого уже знаете. Во-первых, вступительный взнос составляет 100 золотых перед каждым боем. У меня есть список людей, участвующих здесь. С каждой победы вы поднимаете выше списки. Во-вторых, если вы проиграете, у вас удаляется список, и вы не сможете сражаться, пока нет. В зависимости от достаточно количества желающих преимущества в части в боях. В-третьих, на арене мы сражаемся всеми видами оружия. Зачем даже луки и магия. Но помните, убийство запрещено. Борьба продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не потеряет сознание. Вы можете использовать любые приемы и способности, чтобы выиграть дуэль, но будьте осторожны. Вы не должны усыплять или убить противника, а также оставлять закрепление призыва нежести за пределами арены. Если вы кого-то убьете, вы обожаетесь, вероятно вам грозит понижение должности. Тогда на дальнейшем бою не рассчитывайте. Иногда у него бандиты в такого случаях идет на смерть. Вы решаете, что они удерживаются на арене? Это скорее больно, чем драка. Они всегда умирают так или иначе. После каждого поврежденного бода получите награду. Чем дальше вы пройдете, тем лучше награду вы получите. Договоримся, что бой происходит до этих маленьких ступенек и до уступа, над которыми стоит вам по сузой. Если вы выйдете за пределы согласованной зоны, будете исключить цены. Также придерживайтесь обозначенной зоны. На арене у нас также принято право, что бой предшествует совместный вызов. После каждого боя прощание. Любые вопросы? Кто можно выиграть? А это секрет вы узнаете после боя, если вы играете. Наставник. Я могу использовать лучшее оружие. Конечно, что вас интересует, что вы пока ремендуете. Ты, если участвуешь в полевых миссиях, вооруженник с одним из этих легких мечей. Набоит много мостов, так и словах, решающих от значениями скорости и рефлексы. Вы помните, сила это ключ. Чем вы сильнее, тем больше он выносите противника со своим оружием ближнего боя. Не могли бы вы мне чем-нибудь научить? Я могу позади, как вкрепить свое тело, чтобы стать настоящим крутым углюдком. Пока ты к этому готов. Подожди. Что такое? Теперь ты один из нас. Это значит, что я могу научиться срабатывать с телом. Я научу тебя акробатики, конечно же, не бесплатно. Научи мне чему-нибудь. Так. Лук. Акробатики. Вместе. Порт Сантос. Я пришел на службу. Вчера у меня был оживлен разговор о вас с другими надзирателями. Некоторые из них считают, что еще слишком рано увлекать вас дела легионы, разделяя их мнение. В последнее, у вас немного больше опыта в качестве защитника, прежде чем вы начнете работать с стражей. Поэтому было решено, что мы отправим вас в качестве подкрепения на остров Улсон, к одному из наших вассалов. Там вы присоединитесь к небольшому отряду, которому поручено защищать фронтацию болотных трав. У Сантос небольшой сонный остров, но на нем есть некоторые проблемы, о которых вы узнаете, когда вы добудетесь туда. Я не знаю точно, о чем заключается их проблема, но отчет показывает, что производство отраво значительно замедлилось. Ваша задача будет оценить ситуацию и обеспечить продолжение производства в обычном режиме. Для вас это будет отличная возможность получить ценный профессиональный опыт. Как долго я пробуду на острове? Пока производство там в нём на острове существенно не ускорится. Как не добраться до острова? Мануэль приведет вас к пристани. Вы можете пойти к нему в любое время. Как только ситуация на Улсоне будет, которыми ждает письменный отчет от тикуса командира подозрения на острове. Я понимаю. Удачи, защитник. Ухватывай кравоту броню. Мне удалось степить легион. Парень, я начинаю тебя бояться. Скажи мне, как ты это делаешь? Совсем недавно мы вместе отточили дерево на кирке, и вот, на воспречённых защитник гвардии. Что ж, мне очень повезло. Я бы сказал, что Тоске повезло. И пусть драконий зубцесс меня, теперь ты один из нас. С самого начала ты отличаешься от других заключённых, но я не думал, что ты можешь себе позволить что-то подобное. Так что теперь статус будет твоим боссом. Я умываю руки. Только не думай, что отныне тебе не придётся слушать мои приказы, я занимаюсь здесь важную должность. И он у себя знает, что заключается в моей обязанности. Ты стал защитником. Я надеюсь, что как член легионов вы и дальше будете помогать мне в следовании. Не могли бы вы научить меня чему-нибудь из-за ухимии? Всему своё время. Готов ли я учиться сейчас? Вы помогли мне следовать приводу к церебных растениям, так-то да. Теперь я могу поделиться с вами своими знаниями. Мы начнём, как только вы наберёте немного больше опыта. Где мне взять пустые пробирки? Вы можете получить их. У меня есть всё, что вам нужно. Как проходит твое исследование? Всё идет хорошо, продолжаю принять свои задачи. Могу ли я вам помочь в дальнейших исследованиях? Конечно, но я вас предупреждаю, ваш следующий поиск может оказаться более сложным. Мне нужны действительно редкие растения. А именно? Винеси мне гоблинские ягоды, драконий корень, и корейский щабель, и пять кусков спорыша полевого. У меня есть растения, которые вы просили. Замечательно, ты быстро учишься. Теперь я углублю свои исследования природы этих растений. Это может занять мне намного больше времени, чем обычно, если через два дня. Мне снятся кошмары. Вы могли бы мне помочь? Вы не впервые, кто жалуется на подобные недуги. Однако я боюсь, что в вашем случае проблема может быть духовной. Прямого увлечения от этого не существует. Есть некоторые временные меры, но они не устранят источник проблемы. Если больше я могу дать тебе настойку, драконий, то вы можете заснуть их в воду и купить солдат, а с задачей бессонницей. В полночной клетке я добуляю у него резко, или освещаю, так как их держится дольше. Выпитый незадолго до сна, в противном случае вы можете почувствовать его в окружении. Спасибо. Так, получим мне искусство химии. Во-первых, вам следует заключить лечебные изделия от основного химического бот, которые я здесь выполняю. Так, понятно. Могу ли я вам помочь чем-нибудь еще? Создавляться с вами легион. Спасибо. В следующем видео я хочу проверить действия воронной травы и хрустального камня. С удовольствием заметка, что этих ингредиентов может получить мощный эффект. У меня еще не было возможности исследовать скалы, потому что лорд-мордок забирает отсюда каждый кусочек. Для чего они ему нужны? Они обладают магическими свойствами, так что дайте мне несколько раскопок, 3 должно хватить. А также дайте 10 кусочков воронной травы для своих исследований. Их не должно быть трудно найти. У меня есть камни и вот эта хрень. Очень хорошо, теперь мне нужно немного времени. Возвращайся завтра. Так, как твои исследования? Ба-ба-ба-ба-ба. Покорите мне, что вы с ней продажите, что долго я занят. Так. Мануэль. О, лорд-сантос послал меня. Он должен сопровождать меня за пристани. Неужели ты не можешь сделать все сам? Только что поснились к Легиону. Что, в конце концов вы были там паршивым зэком, который недавно составлял кокосы. Легион уходит к чертям. Хорошо, я отведу тебя на побережье. Пойдем. Ну вот она, побережье. Сначала я должен убить эту акварию. Если вы не знаете меня здесь, до свидания. Логан. Что мне нужно знать об этом месте? Наханя повержит пиратов и других мошенников. Лодка, которую вы видите, ранее принадлежали пиратов. Мы с ними быстро справились. Если когда-нибудь дома добраться до долины моря, мы будем его тепло приветствовать. Мне нужно добраться до Усона. Так что бери водку и отправляйся. Стоит ли мне идти туда дно? Ну, я с тобой точно не пойду. Я иногда за побережьем отдыхаю на пляже. Я не ваш гид. Хотя бы скажи мне, где находится этот острый. Хорошую погоду Усона можно увидеть встаянно в скавах. Попляйтесь в море и идите прямо, через некоторое время не заметите острый. Отсюда день пути при путном ветре. Но здесь не очень ветрено. Море в этих краях очень спокойно. Вам придется немного погрести. Плыли. Прикол. Остров Усон. Спустя год, как я закончил собирать всякое говно с пляжа, я возвращаюсь к нашим баранам. Защитник гвардии, что ты делаешь на острове? Назову Лео, прибыл сюда по приказу Уорда Сантоса. Это вполне приятный район. Это правда, здесь хорошо на первый взгляд, но не позволяйте внешне 7 минуты. Остров не самый мирный. Кто здесь главный? Титус, командир стражи, но есть еще и Зен. Для сестры принадлежит ему. У нас небольшая проблема, у этой женщины не все в порядке с головой. Продвижник и своему командиру. Да, защитник, идите за мной. Так, стой, я так быстро не могу. Мы на месте. Если ты будешь искать меня, я буду на пляже, и присматриваюсь за твою водку. Почему ты весь мокрый? Мне хотелось поплавать, добро пожаловать на остров. Что ты здесь делаешь? Ты не один из моих людей. Я не спреказывал Уорда Сантоса, судя по всему, производство Боттеры стоит на месте. На самом деле вы носите одну из защитных успехов стражи. Производство идет хорошо, но его существенно тормозят различные проблемы. По-моему, лучше понять, почему это происходит. Зачем он в Сантосе посылает сюда члены гвардии? Я думал, что у тебя есть дела повышнее, чем ухаживать за плантацией. Так. Я должен проявить себя как защитника, только что присоединиться к региону. Мне понравится ваше рекомендательное письмо для Уорда Сантоса. Вижу новоиспеченный защитник. Хорошо, мне мог проявиться, чтобы здесь компетентный человек. Я рад, чтобы вам прислали кого-то из гвардии. Моим парням нужна дисциплина, они стали слишком ленивы на этом острове. Итак, какие проблемы вас беспокоят? Эх, производство страников замерзает по разным причинам. Укушенные падальщики, монстры, нападения пиратов, воздутый Зен, затрудняющийся от выживания, он продолжает жаловаться и жаловаться. Кроме того, он ночью с островом доносит тревожные звуки. Не знаю, в чем дело, но люди все чаще жалуются на желудные боли. Однако больше всего нас беспокоят пираты. Кто такая Зена? Она уйдет остров, но я отдаю здесь приказы, даже если она думает иначе. Мы защищаем остров, и взамен Зен платит налог с прибыли от плантации. Она в любом случае здесь проводила нас, были мы здесь или нет. Ей было... Очень хотелось баяться от нас всех и нанять наемников, но это не так. Вы можете с ней поговорить, но я вам заранее скажу, что она все равно против нас предвзята. Осуждена ее собственность, мы стараемся относиться к ним хорошо, потому что они дешевые, на острове можно тянуть. Какой тебе во всем это действует, это плантация Зена? Я несу ответственность за работу в плантации. Если прибыль упадет еще больше, меня отправят обратно в Нефарию. Я потерял своих людей и вернусь в потоколевую серую улицу городской... Я ненавидел это место. Работа командиром плантации, так сказать, престижная работа, но гораздо более ответственна по сравнению с патрулированием города. У меня новая броня, люди за мной больше платят за работу, ведь ли я как почел бы не терять это место. Расскажи мне о плантациях. Боже, я не буду это читать. Все любые будут искусно получены. Вы видели здесь пиратов? Нет, но я как уже говорил, один из последних транспортов вообще до нас не дошел. Через 2 дня после запланированного прибития лодки, море убросило на берегу, где шоу перевозчика, не скамейкающих, которые он вез до нас. На нем были сабельные ранения, кто-то должен был его убить, и кто-то мог это сделать, кроме пиратов. А кто приносит вам эту провизию? Кто-то новый. В прошлый раз я отправлял с ним своего человека, Цельсия, и получил ему обеспечить безопасность в городе для последующих перевозок. К сожалению, никого не назначено дождать, пока ребята кого-нибудь организуют. Цельсия вернулся с нашими товарами, но я боюсь, что пираты скоро снова нападут. Если они не грабят судно по пути в Уолсон, они могут опасть на него по пути в город с нашим грузом травки. Тогда в город не будет получать наш товар, что еще больше снизит прибития. Что вы собираетесь делать с этими пиратами? Я не могу делать ничего, мне придется подождать, пока они пришлют в стражу из города. Если бы не тот факт, что Зен в ссоре с губернатором, мы, возможно, уже получили бы охрану. Могу я чем-нибудь здесь помочь? Лучше всего поговорите с моими людьми, потому что помощь с задачами, которыми я им поручил. Большое зло из них в последнем я немного ослаблюсь, при необходимости их можно немного прижать. На этом маленького у нас в них трудно дисциплинировать, но в основном они делают то, что должны делать. Также пристать после черти Зены. Она, конечно, не уходится от помощи с рабами. О, боже. Вот она, Зена. Что тебе здесь нужно? Уходи. Эй, ты не такой тупой. Вообще, кто такие? Так. Так, почитайникова. Приехай. А, не позади здания. Зена. Ты, Зена, водитель. Остров, да, это я. Кто ты, что ты делаешь здесь? Я лево, пришел сюда по приказу вонсанта, чтобы получил эксплуатацию. Супер, у меня нет слов для тебя. Я написал об этом письмо губернатору месяца три назад, и только сейчас вас сюда любезно отправили, да? Не знаю, я имею в виду, что это в отношении губернатора, и я не из города. Не важно, в следующий раз я поеду туда лично. Итак, я могу помочь? Где перевязочные материалы и принадлежности? Какие поставки? Ты хочешь мне сказать, что я ничего с собой не взял? Ну, я взял сам, это был мой заказ. Пожалуйста, иди. Уйди с глаз моих, иначе я больше не смогу это терпеть. Убирайся. Ренни. Кто ты? Ренни, наемник Зен. Какого быть наемником Зен? Моя работа не устраивает, что ты хочешь. У вас очень плохое имя, а что насчет этого? Ничего, я просто говорю. Альбин. Умный мальчик. Как ты? А кто ты такой? Ты из какого легиона? Да, сэр. Слушай, поговорим позже. Меня укусил гигантский кровосос. Мне нужно восстановиться. Да, ну давай, вставай обратно. Хватит восстановиться, надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!